В первую очередь хочу сказать следующее, я с огромной симпатией всегда относился и отношусь к команде Кубань, знал, что у них были, и мы все знаем, что у них были буквально недавно проблемы различного рода, тяжело принимаю ребятам, ну и команде вообще в целом. И эта команда, конечно же, мне нравилась еще тем, и нравится тем, что в ней собраны очень квалифицированные футболисты, они это доказали в очередной раз, и прекрасно понимал и ребятам доносил на этой неделе, что нас ждет очень-очень тяжелый поединок, несмотря на их турнирное положение. В этом мы сегодня в очередной раз убедились, осенью прошлого года мы не смогли их переиграть два раза, и в Кубке в чемпионате сегодня, к сожалению, тоже не удалось нам обыграть этого сильного, как можно сказать, на мой взгляд, соперника. Сделали ставку на быстрый гол, и этот план сработал у нас, но вместо того, чтобы развить преимущество, забить второй гол, мы в какой-то степени, может быть, так можно сказать, отошли назад, и начали играть на удержание еще, и в итоге пропустили два курьезнейших, на мой взгляд, гола. Да, ошибся Артем Рюбров, но я хотел его сразу поддержать, потому что понимаю, что сейчас про него будут говорить, сколько на него критики выльется, я ни в коем случае призываю, чтобы этого не делать, потому что вы видели весь второй тайм, и Артем, на мой взгляд, в двух стопроцентных двух моментов нас просто выручил. Считаю, что для зрителей была очень интересная игра, динамичная, с обилием голов, ну, а нам, к сожалению, в очередной раз не удалось обыграть, как я уже сказал, хорошую команду Кулань. Задавайте вопросы, пожалуйста. Олег Кошелин, это Дмитрий Альбович, после замены Мельгареха, мы видим, что он с кармейки, ему замораживали колено, все ли с ним в порядке, действительно ли есть у него хроническая травма колена по силам? Нет, хроническая травма колена у него нет, обычный ушиб, ничего там страшного нет. Здравствуйте, Никита Каратеев, Матч ТВ. У вас на скамейке сегодня среди спостых игроков не было ни одного легионера, из людей, из опыта в Премьер-лиге, наверное, только из зотов. Как вы считаете, с таким запасом, обходя с таким запасом и с таким составом на матч, можно ли решать те задачи, которые перед нами ставят? Спасибо. Решаем, да. Есть у нас определенные задачи, и правильно сказали, у нас ни одного иностранца на скамейке нет. Я не считаю, что это какая-то глобальная проблема. Можно скамейки оставить и всех русских, и с русскими тоже решать те задачи, которые стоят. У нас всего лишь один иностранец, который приболел, это жену, который не смог сегодня принять участие в игре. А так у нас, да, если вы заметите, у нас все те игроки, которые ходили в запасе, это практически 90% игроков, которые вступают в «Спартак-2». Которые, в принципе, в ближайшем будущем готовы. Стучаться дверей, так можно сказать, в основную команду. Довольны тем, как Матвейн заменил комбайл? Убрежение. Как выиграл защиту? Ну, мы очень хорошо изучили Кубань, и прекрасно понимали, что правозащитник Аподи вразились, да, обладает высочайшей скоростью. И, на мой взгляд, Женя справился с ним, потому что Женя тоже у нас немедленный. Я считаю, что, несмотря на то, что Аподи гол забил, вот этот курьезный какой-то, я считаю, что Женя справился с ним очень-очень достойно, неплохо. Но это и хорошо, когда конкуренция есть. Теперь пусть Дима Камбаров удерживает эту конкуренцию. Субтитры создавал DimaTorzok